Ничего не знаю, это вы. Чё, это я? Я ничего не делаю. Не понял, пакет стоит. О, ну я же тоже попросил её помыть посуду. Она ничего не сделала. Соня, иди-ка сюда, пожалуйста, на минуту. Что такое баба? Что значит? Что такое? Вот это вот что за мешок, который ты не выкинула? Я же просил выкинуть мусор. И что это за гора немытой посуды в раковине? Я же просил тебя помыть всю посуду. Ой, пап, прости. Ха, прости. Ну простить-то прощу, но тебе всё равно помыть и выкинуть. А чтоб память лучше работала, на эту неделю я решаю тебе карманных денег. Не понял, пакет стоит. О, ну я же тоже попросил её помыть посуду. Она ничего не сделала. Я сказал Соня, что нужно помыть посуду. Она выходила из комнаты, но тут её окрикнул кто-то из братьев. Она пошла к ним в комнату и сто процентов стала помогать с домашкой. В обмен на это предложила им помыть за неё посуду, которую я её попросил помыть и выкинуть в мусор. Но они решили её обмануть и не помыли посуду. Нанялся я её подмыть. Нет, здесь такая гора посуду. Пойду лучше в телефон поиграю. Ну и соответственно мусор тоже не выкинули. Ой, какой тяжёлый пакет. А Гоша посуду не мыл. Интересно. Да почему я должен мусор выносить? Пойду в телефон посижу. Хотя домашку она им помогла сделать. Ха! Как я и думал. Соня сидит и делает уроки за братьев. Значит наказать надо не Соню, а братьев. Вот красавцы, что и требовалось доказать. Ну что, Георгий Ярослав, вы лишены карманных денег на неделю. За что? А за то, что ты не помыл посуду, а ты не выбросил мусор. Ведь это Соня должна была сделать. Но походу договорилась с вами. Папа, как ты догадался? А я не поняла. А что это за бардак такой? Как можно читать в такой обстановке? Мама, это не мы. Мы недавно здесь убирали. Начинается. Это не мы. Комната чья? Ваша? Значит бардак ваш. Убираем. Или в кино сейчас не поедем. Понятно? Все, быстрее. Вот так. Даже не играли и остались виноваты. А я не поняла. А что это за бардак такой? Как можно читать в такой обстановке? Мама, это не мы. Мы недавно здесь убирали. Так, ну да. Вообще-то они не могли сесть читать, когда кругом такой бардак. Может быть, это папа решил вспомнить детство. Сел, поигрался. А потом, чтобы не убирать все эти игрушки и свалить на мальчишек, тихонечко ушел. Бред. Такого быть не может. Вряд ли это папа. Ну тогда кто же? А может быть, эта Соня прокралась в комнату братьев. И пока они заняты, решила поиграть в игрушки. Поиграла. А потом тихонечко, чтобы не собирать их обратно и тем самым подставить братьев, встала и ушла из комнаты. Такое могло бы, конечно, быть, но тоже бред. Вряд ли бы Соня играла в машинки. Ну тогда кто же навел этот бардак? Так, а может быть, это Федор Сергеевич пришел к мальчикам в комнату и попросил их поиграть с ним? Нет, Федор, мы читаем. Он на них обиделся за отказ и решил разбросать все игрушки. Чтобы знали, как обижать младшего брата. Хм, а вот это стопроцентное попадание. Пусть читают. Пойду искать Федора. Так, где же Федор Сергеевич? Ага, а вот он лежит, улыбается, книжку читает. А ничего, что книжка перевернута? Федор Сергеевич, как тебе не стыдно? А ну-ка быстро убирать игрушки в комнате мальчиков. А то в кино не поедешь. Бегом. Ничего себе, мама, как это ты догадалась? Ну ладно, иду убирать. Хм, а что тут догадываться? Только он мог такой беспорядок навести. Так, кто разбил игрушку? Это они. Что, Федор? Ты чё? Соня, это они, это они. Соня, это точно не мы. Мы в телефон играли. Ничего не знаю. Вы старше, кто был в этой комнате. Я пошла маме рассказывать. Мама. Так, кто разбил игрушку? Это всё мальчики. Федор, не придумывай. Ты возле ёлки был, а мы на диване сидели. Я не знаю, это вы. Так, подождите галдеть. Дайте подумать. Это явно не одинаковые. Они с телефонами точно с дивана не слезут. Затросят в свой эмун-ас и больше ничего не нужно. А вот эта маленькая юла с шилом в одном месте. Точно мог что-то напакостить. И он ближе всего к ёлке сидит с разбитой игрушкой. Кажется, я поняла, кто разбил игрушку. Мама, Фёдор игрушку разбил. Чё это я? Я ничего не делаю. Я не виноват, она сама упала. Я не виноват, она сама упала. А можешь на маму сказать? Маме говорит. Я не виноват, она сама упала. Я не виноват, она сама упала. Только ты сначала смотри на пол, а потом на меня, хорошо? Чё это я? Я не миловат, она сама упала. Она. Да не миловат, она сама упала. Вова. Ну вот, виноват. Виноват. Давай ещё раз. Говори. Виноват, она сама упала. Я не виноват. Я не миловат. Сначала дотронься до игрушки, потом поворачиваешься к маме и говоришь. Я не виноват, она сама упала. Я не миловат, она сама упала. Я сама упала.